Итак, второе слово себе. Меня зовут Дмитрий Челоков и я кофаундер в компании Special Beat Studio. Занимаюсь играми уже 13 лет, в составе все той же Special Beat Studio и выпустил 11 игр. Итак, начнем. Здесь я хотел нарисовать красивый график, но не нашел его быстро, про то, как с 1930 года, кажется, падение самолетов уменьшилось очень сильно. То есть до этого просто летать на самолетах было очень опасно. К чему это я? Все авиакомпании мира собрались в Чикаго и договорились, что они будут делиться всеми файлами, то есть всеми падениями, придумали черный ящик и прочее. Они объединили свои силы, чтобы как-то на этом рынке выжить. И вот Валерий, спасибо, он собирает в Киеве инди-разработчиков, где они делятся своими файлами и я сегодня хочу поделиться с вами своими файлами. Итак, я расскажу, магическая цифра 5, я расскажу 5 плохих вещей, 5 хороших и 5 замечательных вещей, которые мы сделали на этом проекте. Итак, плохие вещи. Избегайте их. И сегодня я целый день слушал здесь инди-разработчиков и они почти все это упомянули и многие делали это, то есть смогли избежать этого. Итак, маркетинг. Вот СНГшники очень плохо умеют делать маркетинг, то есть мы делаем-делаем игру, сегодня я прошел по инди-бласту и мало кто занимается этим, то есть они все делают игры, их маркетинговый план заканчивается на страничке в Фейсбуке. Ну я не говорю, что у всех, но у многих. Итак, начнем по пунктам. Первый пункт. Как можно больше и чаще пишите о своей игре. Наша проблема была, мы боялись показывать ужасный арт, баги в игре и прочее. То есть не бойтесь. Если вы боитесь, что вы заспойлерите свою игру, вот как мы делали 5 лет, человек за 5 лет забыл уже, что я ему показывал 5 лет назад. Но зато у него осталось ощущение, что он прошел этот путь со мной. Он меня поддерживал, советовал и прочее. Не бойтесь. Показывайте. Мы делаем сейчас новый проект и уже на раннем прототипе я буду показывать своей аудитории, что я делаю. Страница в стиме. То есть это касается больше премиум игр и если вы стараетесь выйти в стиме, если вы идете без паблишера. Если вы идете с паблишером, он конечно сам займется. Когда выпустит страницу, как собирать, он будет заниматься маркингом. Но если вы инди-разработчик, инди-студия, соло-девелопер, как только у вас есть что показать, собирайте эти виш-листы. Заплатите эти 100 долларов в стиму и начинайте показывать скриншоты, видео, часть геймплея. Наполняйте и собирайте виш-листы. Постройте сильное комьюнити. Сегодня третья лекция, кажется, была. Аку рассказывал про то, как они сделали открытую досочку трейла. Опенсорснули свой движок и игру в гитхабе. Они собирали комьюнити. И найдите место. Например, все советуют дискорд. У нас тоже дискорд неплохо работает. И там чуть дальше расскажу пример про это. То есть это комьюнити будет работать на вас уже потом. То есть если вы его соберете, покажете, сможете делиться, найдутся активисты, которые будут за вас говорить. Они очень вам помогут в разработке. И придумайте хоть какой-то маркетинговый план. То есть мы сделали небольшой, я тоже по ним чуть дальше расскажу. Потому что не ограничивайтесь, может быть, пост там в Facebook, может быть, пост там в Instagram. Найдите то, что работает и придерживайтесь этого. Постите регулярно, собирайте лайки. Лайки. То есть еще очень важный момент. Каждый ваш посыл должен быть чем-то заканчиваться. То есть в конце должен быть какой-то call to action. То есть переход на страничку в дискорд. Подписаться на YouTube или на страничку в Facebook. Часто запустили. Вот скриншот. Окей, скриншот. И что, куда, что, куда. Как мне к вам, как мне вас найти. То есть вы должны где-то сконцентрировать и собирать эту аудиторию. Перфекционизм. Это то, что нас очень сильно губит. То есть эти пять лет благодаря вот этой страшной вещи. То есть less is more. То есть меньше – это лучше. То есть идеально это не когда ты уже не знаешь, что добавить, а не знаешь, что выкинуть. То есть когда вы инди, то есть вы должны понимать, что вы не можете сделать очень много всего. То есть как Ubisoft, Plarium или еще что-то. У них есть большие ресурсы, большие деньги. Они могут добавить много контента, качественно. И то они это все делают с умом и правильно. Инди часто будет, пришла идея, давай добавим. Давай, 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 давай. А потом оно не клеится. Поэтому старайтесь делать меньше. И вот выходя из первого функции, вы сфокусируйтесь в том, что важно. То есть то, что вы хотите подать в ваш основной геймплей, сделайте его хорошо. Потом будет время и деньги, можете добавить улучшения. Разрабатывайте смысл, что у вас релиз завтра. Это то, что мы пытаемся, чтобы игра была, максимально весь контент был. Он кривой, еще что-то, не хватает где-то анимаций. Но вы захотели, надо выходить, вот деньги закончились. Вы вышли в Orly Access. То есть игра играется, ее можно пройти, но там есть какие-то добавки. Но бывает такое, что вы начинаете полишить этот первый уровень, он там уже весь до идеала. Но нет, мы добавим еще частичек, мы добавим тут анимации, мы тут подвигаем. И вот следующий пункт тут, забудьте, подвинуть сюда на 2 пикселя, подвинуть сюда на 2 пикселя. Не надо этого. Сделайте, чтобы оно проходилось, и потом двигайтесь дальше. И мы переходим как раз к следующему, это время разработки. То есть перфекционизм, он полностью удлиняет его в 2, в 3, в 4 раза. Мы год потратили на те вещи, которые совершенно не надо было тратить. То есть мы могли выйти с игрой еще год назад, она уже была готова, все было хорошо. Есть исключение из правил, как Hollow Knight. Игра у них тоже была готова, они ее полгода или год полишили. Но это исключение из правил. И неизвестно, если бы они, может быть, вышли раньше, и игроки особо бы не заметили. Билд, деливер, гет фидбэк и трейд. То есть билдите, доставляйте своей аудитории, получайте с нее фидбэк и повторяйте цикл. То есть сегодня тоже об этом говорили, то есть как можно чаще выпускайте билд. Для себя, в своей внутренней команде, в своей аудитории, комьюнити, которую вы собрали. К какому-то друзьям еще что-то. Но чаще-чаще показывайте игру. Потому что замыливается зрение. То есть ты сидишь, копаешься в одном и том же месте и не прогрессируешь. По поводу перфекционизма, можно его использовать, но делать это с умом и лучше не надо. По поводу дедлайнов. Для нас это было самым сложным, наверное. Мы, наверное, год или два делали без каких-то либо дедлайнов. То есть проект был в свободном плавании. То есть мы что-то сделали, попробовали это. Потом мы поняли, что так мы будем игру 10 лет делать. Мы начали строить для себя какие-то внутренние дедлайны. То есть если у вас есть комьюнити, вы можете пообещать какой-нибудь альфа билд. Если это какая-то конференция приближается, подайте игру на эту конференцию. И вы, поверьте, будете максимально хороший билд делать для этой конференции. Мы так, то есть у нас все основные наши дедлайны, которые за последний год мы сделали намного больше, чем за предыдущие два года. Благодаря тому, что мы построили там, да, нам нужно на DevGam сделать билд, на casual connect, на big nd pitch, game gathering и т.д. И конференции проходят с промежутком 2-3 месяца. То есть вы, как сегодня было на первой лекции, кажется, ребята сделали выход игр в виде DLC. И у них каждый DLC выходил через каждые 3 месяца. То есть они разбили свою игру на 6 частей и четко сказали своей аудитории, вот у нас через 3 месяца будет DLC. И они старались, то есть они себе пообещали, пообещали своей аудитории, и тут хочешь не хочешь, ты будешь двигаться к этому. Да, бывают задержки, но это будет намного проще, чем вы у себя в голове представите этот дедлайн. То есть мы изначально переоценили себя, то есть мы не видели общей картины, то есть мы как-то прекрасно думали, что оно все получится, и игра получилась очень большой. Нам в итоге пришлось ее разделить пополам. И из-за этого мы получили немного минусов в отзывах и прочее, потому что люди немного посчитали себя обманутыми, что они как бы заплатили игру, а получили только ее часть. Мы понимали, что это может быть, но лучше, ну то есть у нас не было другого выбора, то есть полную игру мы бы не доделали, у нас уже не хватало ни сил, мы уже выгорали, и денег. Прототипируйте часто. У нас тут тоже дурная привычка была, то есть пришла какая-то идея, мы давай бегом ее пилить в игру. Мы посмотрели, она что-то плохо выглядит, мы давай это выпиливать из игры. Очень часто это можно сделать в фигме, в Adobe XD, в чем-нибудь простеньком, в отдельном проекте, закинуть, попробовать, поиграться. Окей, оно работает, давай добавлять. Не, не работает, выкидываем. То есть не торопитесь добавлять фичи, которые не уверены, что они там будут хорошо с игрой сочетаться. Недооценивайте предпродакшн. То есть часто разработчики, вот я там тоже в несколько инди-дискор каналах общаюсь с разработчиками, и у них вот такой вот бывает момент, что они кидаются с головой в игру, не сделав никакого предпродакшна. Причем он может быть рад, то есть они не написали сценарий игры у них, нет какой-то финальной точки, к чему должна игра прийти, там гейм-дизайн не финализирован, либо они просто не знают каких-то технологий. То есть мы неплохо сделали этот пункт, я о нем расскажу чуть дальше на другой секции, но старайтесь не кидаться с головой, а проведите какой-то предпродакшн перед тем, как начнете полноценно делать игру. И знайте ваши ресурсы, то есть опять же, что к вопросу, мы игру делали два человека, через два года разработки к нему еще присоединились, еще два человека. Но фич и контента мы напридумывали человек на 10. И поэтому, как бы лучше занести, а потом сделать и больше, чем наоборот. Это сильно бьет и эмоционально, потом, что ты такой, эх, не сделал. Непопулярный жанр. Вот это, наверное, самое-самое-самое важное. Я его оставил последним. Мы всегда хотели, наша была мечта сделать Point & Click Adventure. Но такой жанр очень сложно продвигать. Невероятно сложно. Его сложно, его особо не стримят. Вот. Но мы подумали, посмотрели, что пошел какой-то бум на ремейке Point & Click Adventure, там, Team Bullet Park вышел, Broken Age до этого, продолжение Broken Sword и кучи еще много. С нами вышло пять игр. Мы вышли там 27 сентября. За неделю до, неделю после вышло пять игр в жанре Point & Click Adventure. Это вроде как непопулярный жанр, но игры выходят. Из них четыре попали в Apple Arcade, чтобы вы понимали. Поспрашивайте, то есть проводите никакой-никакой ресерч, то есть что сейчас… Я не говорю гнаться за трендами. То есть если это тренд, то уже все. То есть если только вы за ним погонитесь, когда вы что-то сделаете, это уже будет не трендом. Но посмотрите, какие игры продаются, какие игры не особо продаются. Какие игры будут хорошо продвигать, которые вы сможете продвигать и какие нет. Также приезжая на конференции, общайтесь с разработчиками. Что они делают, как у них получается продвигать их. Поверьте, если вы нормально спросите, вам расскажут. Паблишеры, то есть. Вот эти пять игр, которые я сказал, включая нашу, да, они вышли все сам из дата. И это не потому, что мы все такие, ого, инди. А потому что этот жанр, как я говорил, его сложно продвигать. И паблишеры не ведутся на это сейчас. Очень сложно найти паблишер на эту игру. Это тоже для вас должен быть звоночек, чтобы вы понимали, что будет тяжело. Чтобы вы не строили какие-то для себя грезы. И маркетинг-оппортюнити, то есть это возможность маркетинга. В Вене на Big NDP был главный маркетолог игры Space Quest, кажется, или Everspace. И он показал одну гифку, в которой корабль стреляет и разбивает астероид по стороне. Я просто глянул на эту картинку и сказал, я хочу купить эту игру. Я увидел одну гифку. То есть такая игра она сама себе продала одной гифкой. Она на Reddit взлетела в топ в первый час, на Amgur влетела. Такую игру хорошо, ее приятно продвигать. Point and click adventure, где у тебя ходят персонажи, общаются, глубокая, большая история. Ее очень сложно продать гифкой, скриншотом или еще чем-то. Ее нужно поиграть, ее нужно пощупать и понять. Вот так вот. Пять хороших вещей. У меня тут грустный смайлик. Вроде вещи хорошие, а смайлик грустный. Я больше всего расстраиваюсь, что это вещи, которые мы не дожали. То есть если мы дожали, было бы, я думаю, намного лучше. Сейчас расскажу. Так, что такое? А, вот. Итак, тут я сильно углубляться не буду. То есть о плохом мы рассказали подробнее. По поводу маркетингового хода. У нас блогер – это главный персонаж, который попадает в ад. Обычно такие игры не стримят. Но блогерам было интересно поиграть за блогера в аду. Вот есть такой российский ютубер Купленов. У него 8 миллионов подписчиков. Он сыграл первую часть. Ну, ему так вроде понравилось. Он посмеялся. Но не собирался играть дальше. Но его подписчики сказали, чувак, играй дальше. И под этим видео уже больше миллионов просмотров. И это было очень круто. И читая комментарии, вот Костик, сценарист, который, ну, писатель, он, читая, и он, и эти все подписчики нашли все пасхалки, все ссылки, которые мы привели в игру, они все понаходили. И это было очень круто. Но почему это в разделе хорошо мы сделали? Американские ютуберы не особо подхватили это. То есть мы недораскрыли и персонажей, и все. То есть мы хорошо, ну, может быть, это из-за менталитета, может, еще за счет у нас в команде идут споры по этому поводу. Но вот на западном рынке не так раскрылся наш персонаж. Дальше. Скелетон-бейст анимейшн. То есть часто для Point & Click Adventure, как стандарт, идут покадровые анимации. Ну, либо 3D персонаж. 3D мы не осиливали. Покадровые анимации мы бы делали очень долго. Даже потому, что мы часто переделывали анимации. И одно дело ты подвигал скелет, а другое дело ты перерисовал 15-20 кадров анимации. Да, мы потратили немного времени на разобраться в спайне, прикрутить это в движок, в игру. Но оно того стоило. Localization and VoiceOver. То есть локализация. Мы на старте вышли с четырьмя языками. Это английский, by default, без него никак, немецкий. Тут мы сделали небольшой ресерч. И мы знаем по нашим казуалкам, то есть в Германии очень хорошо заходит Point & Click Adventure. Когда мы были в Вене на Big & Deep Pitch, там было два дня. Первый день все разработчики, там были номинации. Второй день приходили люди с улицы. Там открылись двери. Приходил B2C, Business to Customer. И пришел такой мужичок, дедушка, даже утренального возраста моего дедушки. Он такой подошел, Point & Click Adventure. Классно. LucasArts. Класс. И сел играть. И это было очень круто. И Вена – это Австрия, Германия, то есть немецкоговорящие страны. Оттуда очень хорошо. И я там чуть дальше покажу слайд. У нас Германия вторая по продажам. Тестинг и QA. А, еще по VoiceOver забыл рассказать. В VoiceOver, мы над другими выиграли приз в 2,5 тысячи долларов. И когда Лерика спросила, на что мы потратим деньги, я сказал, на VoiceOver. Есть сайт такой, VoiceOver. То есть часто мы начали узнавать, сколько сделать озвучку, и это доходило от 10 до 20 тысяч долларов. Но мы физически не могли осилить это. Но для такого жанра VoiceOver очень важный. А у нас еще было довольно-таки много персонажей. И на этом сайте VoiceOver можно выставить работу. Такой-то персонаж, можно сделать видео из игры. И вот он, такие-то. И приходят ответы. То есть люди берут, зачитывают тексты, присылают деморилы. И ты уже выбираешь. И мы провели большой кастинг в три этапа главного персонажа, в три этапа второго главного персонажа. И сделали довольно-таки хорошую озвучку. И вложились в эти 2,5 тысячи долларов. То есть можно было сделать качественнее и лучше. Но мы как раз старались удержать цены, чтобы мы могли вложиться в бюджет. И хорошее качество, ну то есть приемлемое качество. Но я считаю, оно получилось даже очень хорошее. Почему не дожали? Почему это в хорошем? Но все равно, как бы там ни было, все равно есть отзывы, что все равно английский не такой. Хотя, опять же, что вы на эти вы зачитывали и все. Но все равно народ не особо доволен. И это довольно-таки сложно. И, честно, большое желание следующую игру сделать без вообще какой-то озвучки. Вот Аммонита дизайн, да, вот их все игры, там, Машинарии, мочи с пилигримы вышли. Они все такие бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И это довольно-таки правильно и умно. То есть они не нативы. И они, то есть лучше мы сделаем весело. И передадим это картинками. То есть они обходят то, что не могут сделать. То есть и вам тоже советую. Если чего-то вы не можете сделать, не перепрыгивайте с себя. Лучше обыграйте. Посмейтесь даже как-то об этом в игре, но не мучайтесь. Тестинг. О, это больная тема для нас. Там постоянно пишут всякие компании, предлагают там QA и прочее. Но для небольшой инди-студии это сложно. Мы часто играем в свою игру, но мы ленивые, как и многие разработчики. То есть квест, это большая длинная игра, она по сути состоит из, ну, то есть она open world. И чтобы проходить, нужно проходить все время заново. Но нам не хочется проходить заново. И мы выбрали какую-то сцену, протыкали, чтобы вроде как основная механика работает. Но когда начинаешь играть ее полностью, вылазят все самые проблемы. И такой настоящий полноценный тест мы провели уже в конце разработки. И вот последние 2-3 месяца перед релизом это был сплошной ад. То есть когда ты круглые сутки играешь, фиксишь это и все. То есть старайтесь тестировать игру пораньше и не ленитесь, потому что вам потом будет тяжело. И на релизе, когда мы вышли, у нас не работали ачивки. Вот они полностью не работали. Хотя мы вроде тестировали все, то есть легко это упустить. То есть в стиме, где ачивки для очень многих это очень важно, они просто не работали. Предпродакшн. Мы сделали, наверное, больше, чем нужно было. Поэтому это в разделе хороших вещей. То есть можно было меньше потратить. Мы углубились очень сильно, какой формат графики, как укладывать атласы, как оптимизировать и все это. Какую-то часть можно было сделать и потом. Но мы подготовились и избавили себя от больших проблем. Просто заранее разобравшись и расписать требования по графике, как готовить уровни и все. Очень часто кидаются, делают и потом все инконсистент, оно плохо вяжется, проблемы с оптимизацией и прочее. Итак, теперь то, что я считаю, нам удалось отлично. Мы выпустили игру. Уже можно нам поаплодировать. То есть большинство людей, ну не то же большинство, но многие не доводят игру до начала. То есть для вас это должно быть... И так как мы уже 13 лет выпускаем игру, у нас есть опыт, то есть 11 релизов. То есть мы... Вот именно все вещи, которые в пятом пункте я говорил, там убрать перфинционизм, откладывать лишнее, и все. Под конец это уже начало все включаться. То есть мы... А можно было бы это, там нафиг все, эту анимацию убираем, а это, да ну и все, и все, и все. Потому что уже ты, как знаешь, пытаешься всплыть, уже кислород заканчивается, и вот он уже релиз, и ты действительно включаешь нужные вещи мозга. Мы ушли от нашего C++ движка на Unity. То есть сегодня тоже ребята передо мной рассказывали, что не пишите свои движки. То есть как бы то мне никто не доказывал, что свой движок это круто, я тут все знаю, и все. Поверьте мне, время, когда вы потратите на написание системы частиц, работу с спрайтами или анимацией, вы можете потратить на создание нормальной игры. Вот. И вот у меня спрашивали, почему выбрали Unity. Ну, во-первых, у Unity большой комьюнити, то есть, и всегда, если есть какие-то проблемы, на форуме тебе подскажут и расскажут. Если, то есть, мы очень сильно уменьшили косты по разработке, что наш, нашу игру мы собрали на плагине Adventure Creator, который, по сути, является такой движок для квестов внутри Unity. И мы здесь смогли сделать игру практически без программиста. То есть мы понимали, что, ну, это и так мы очень долго делаем игру, и это очень дорого. А если еще все эти, там, пять лет был задействован в полную программист, это был бы просто провал. Участие в конференциях. Я имею в виду участие не просто так приехать, купить билет и постоять в углу, а именно участвовать в Инди-бласти, общаться с народом. Потому что мы ездили на Кажел Коннект, наверное, с 2006 года, и большинство, там, наверное, трех, наверное, четырех первых конференций, это мы проводили вот так, приезжали, посмотрели, круто, и уехали. То есть общайтесь, не стесняйтесь, спрашивайте. А лучший способ с кем-то заговорить, это показать свою игру на Инди-бласти. То есть люди сами к вам подойдут, посмотрят, это и хороший повод там получить какой-то фидбэк. Мы получили огромное количество фидбэка на конференциях, как от разработчиков, так и от игроков. И был интересный момент, когда мы на каждую конференцию приезжали, и часто народ играет без наушников. Ну, то есть он хочет пообщаться с разработчиком, что-то спросить, а у нас, ну, как там, диалог идет и все. И начальная сцена начинается с того, что к нам в дверь звонит смерть. А игрок, ну, у него наушников нет, он смотрит, что делает, кликает, говорю, там в дверь звонят, он такой, хорошо, пошел. Следующий, говорю, там в дверь звонят, он такой, а, хорошо, пошел. И так вот после четвертого или пятого раза, я говорю, да елки, можешь взять аудиоклюз. И у нас в новом апдейте появилось, что выскакивает звонок в двери, звонок в двери. И все, я уже не стоял, как попка, и не рассказывал, что вот туда пойдет. И так мы в игре находили очень много вещей. И это нас подвинуло к access ability. То есть мы много потом посмотрели, люди, которые играют без звука, либо не слышат, и им важно понимать, что происходит в игре. То есть нельзя ориентироваться только на звук. Постарайтесь сделать там субтитры или еще как-то визуально там лампочки, ну, как-то визуально показать, чтобы игрок мог это видеть. Персонажи и мир в целом. То есть мне кажется, и мы получили много хороших отзывов о том, что мир получился интересный. То есть персонаж, вот Димон, который демон в аду, это наш сайдкик, которому можно было тоже в игре играть, очень взошли игрокам. То есть мы начинаем строить IP, и очень этим гордимся. Софт-лонч или бета-тест? Часто говорят, что софт-лонч это про мобилки и прочее. Вот поверьте, на чем бы вы не выходили, запустите игру чуть раньше. То есть мы в июне или в мае провели бета-тест. И сразу же мы запустили бета-тест, ждем там, сделали сервей после него, что день-два нет сервея. Что же такое, что происходит? Потом получаем письмо от одного из игроков, говорит, ребята, я не знаю русского, как мне выиграть в игру. И мы посмотрели, что у нас by default стоял русский язык, а вся наша аудитория была западная. Мы бегом накатили апдейт, где поправили язык. Если бы это выскочило на релизе, это было бы жесть. То есть мы играем, у нас как бы настройка системы, к примеру, Unity, сохранилась, это настроечка, что русский язык по умолчанию, но мы и не видели. А она так и осталась by default. Поэтому запускайте игру, проверяйте на прочность, то есть какой бы жанр у вас не было. То есть вроде бы самый простой жанр, но и на нем валились баги. И так теперь немножко по локализации. То есть вот мы сделали английский, немецкий, русский, украинский. Про то, что как раз в Штатах потенциал не раскрыт, показывает, что Германия и Штаты, они сейчас примерно одинаково приносят деньги. То есть номер один сейчас Россия, и номер четыре это Украина. То есть мы добавили такой сочный украинский перевод. И да, у нас в Украине локальные цены, поэтому там не так много приносят, но это приятно, что мы дома тоже можем зарабатывать деньги. И часто разработчики игнорируют этого. То есть поверьте, сделать украинский перевод хороший не так дорого. Но вы покажите, что вы любите свою страну и добавьте его. Ну а дальше также и англо- или немецко-говорящие страны. Поэтому локализации на старте очень важны. То есть сейчас мы добавили испанский язык, посмотрим, как будет дальше. Хотим попробовать китайский язык. Также рекомендованы португальские. Если вы просто погуглите рекомендованные языки для Steam, вам топ-10 языков выберут. Что можете позволить, делайте. То есть локализация работает. Потому что английский язык знают, но намного приятнее на родном языке играть. Итак, релизы и наши планы на будущее. Где мы вышли? Мы вышли в Steam. Это пока основные деньги. Microsoft Store продается хуже, чем наши казуалочки. Цена выше. И продукты. Мы хотим попробовать сделать фремиум-версию. То есть сейчас это пейт там чистый. На Steam мы тоже хотим добавить демку. Может быть, будет лучше конверсия. Mac App Store. Сделали, но, честно говоря, там вообще не продается. Humble Store только запустили. Пока ничего сказать не могу. Какие наши планы на будущее? Google Play Store. За последние 13 лет, что мы работаем. То есть на Android мы игры продаем лучше всего. Amazon, Google Play Store. То есть нам это номер один по доходам. App Store тоже с iOS у нас хорошо получается. Хорошо оптимизируем. Ну и девайсы у них классные. То есть мы ограничиваем старые девайсы. С Google чуть сложнее работать, потому что приходится поддерживать кучу странных устройств. Вроде ты их задрал планку, по которым не должны проходить, но они все равно проходят, все равно валятся краши. И вот тяжело, конечно, работать там с аудиторией. Вот буквально вчера пришла единица и комментарий. Поставил качать игру, докачаю, поставлю выше. Ну вот я не знаю. И сейчас мы пробуем выйти на Xbox One. То есть так как мы сделали Microsoft Store и довольно-таки легко сконвертировать в Xbox на Unity. Ну и дальше тоже хотим попробовать и Switch, и PlayStation, но это пока вот наш timeline на будущее. По поводу денег, как игра удалась, не удалась, окупилась. То есть для нас часто мне на конференции спрашивают, а сколько вы планируете продать копию? Что за дурной вопрос? Миллион, два миллиона и все. Но нужно реально считать, для вас это номер один приоритет, это окупить разработку. И, наверное, мы первый раз считали все до копеечки. Каждую конференцию, каждый плагин, который мы купили. То есть мы хотели увидеть реально количество денег потрачено. Потому что всегда это было примерно. Там примерно, там примерно, но мы четко картины не видели. На этот проект у нас есть четко, сколько мы потратили. И из-за того, что это 5 лет, как я повторюсь, эта сумма довольно-таки большая. Сейчас с Тимом мы окупили эту сумму, там, ну, 10% от того, что мы вложили. То есть можно сказать, что провал. Но мы, последние все наши игры, они окупаются, ну, примером, в год-полтора. То есть Google Play Store, я надеюсь, ну, примерно, как мы можем прогнозировать под нашим другим играм. Это еще процентов 20, App Store процентов 15. Xbox этот. Ну, и плюс еще есть мелкие стороны, на которые мы не выходили. Вот, то есть я надеюсь, что через год я приеду также на конференцию, если позовут, и уже смогу рассказать. Либо да, нам удалось, и мы окупились, и пошли в плюс, либо игра, то есть не вошла, скажем так. Но за вот эти 13 лет, вот эти все 11 игр, они все были прибыльные, то есть они окупились и заработали. И надеюсь, что это не будет первой игрой, которая не удалась у нас. Всем спасибо. Вот, если хотите со мной пообщаться, email, discord. Спасибо. Спасибо. Спасибо.